Уважаемые коллеги, мне очень приятно присутствовать в моем мероприятии и я еще раз выражаю свою благодатность организаторам. Мне это понятно еще и потому, что в свое время, в 80-е годы, я также молодым специалистом присутствовал на гидробиологических школах, которые проводили в том числе Георгий Георгиевич Винберг, Алимов, Иванова и многие-многие светила в нашей гидробиологической науке. И помню, что вот в тех школах, в тех, кто присутствовал, уже более 10 докторов наук, много-много кандидатов, так что вот дай Бог, чтобы результаты подобной школы, они были, ну как минимум, не куже тех результатов, которые были в советское время. Мой доклад посвящен состоянию военных ресурсов большой территории, это западно-восточная Сибирь, зона ответственности, госрецентр, на котором проводятся исследования, она включает от Урала все реки, которые текут на север, от северный ледовитый океан, от Урала до водораздела с Тихим океаном, за исключением реки Енисей, там есть мой институт. Поэтому в моем докладе цифры будут по Западной Сибири без госрецентр. Ну, а ресурсы водно-биологические, они огромные, в том числе много и промысловых беспозвоночных, об этом я не буду говорить в своем выступлении, поскольку есть у нас стендовые доклады, где эти вопросы будут освещены. Водоемы Сибири располагаются значительными рыбными ресурсами и, по нашим оценкам, в зависимости от водности рек, от каких-то климатических факторов, они колеблются, но где-то находятся в среднем, если учитывая в этом отношении Енисей, порядка 300 тысяч тонн. Это промысловый запас, ну, а вот допустимый выловый и возможный вылов на 2013 год, порядка 70 тысяч тонн рыбы. В промысловом составе их теопауны насчитывается около 40 видов рыб, при этом особенно многочисленная группа сиговых, лососевых видов рыб, более 40%, что обусловлено природно-климатическими особенностями рассматриваемого региона. В условиях продолжительного зимнего периода, короткого лета, наличие большого числа горных притоков получает определенные преимущества с алдерзивой комплексами видов. Тем не менее, несмотря на сурово-климатических условий, велика доля и бареально равнинных видов. Все это отражает разнообразные условия обитания теопауны и высокий рыбохозяйственный потенциал водоема. Я уже говорил о том, что допустимое промысловое изъятие составляет около 70 тысяч тонн, при этом порядка 75% от этого объема приходится на западно-сибирские рыбохозяйственные бассейны. Вот на этой табличке показана доля разных видов рыб. Вот в общем, в общих уловах приведены данные по уловам и допустимые уловы. Видно, что доминируют из лососевых рыб, преобладая больше всего их ловятся в Восточной Сибири, там достаточно много и дайменя, например, можно поймать, тут видите, порядка 50 тысяч тонн и другие виды. По сибирам уже немножко больше преимущества у водоемов Западной Сибири, в Восточной Сибири, хотя в Восточной Сибири тоже некоторых сибирных рыб достаточное количество, в том числе и арктического омоля, которого, как мы слышали, сделали отдельным видом. Ну и если говорить по осетровым рыбам, то Сибирь, водоемы Сибири, особенно в Восточной Сибири, это единственное официальное место лова осетровых рыб на территории Российской Федерации. Ну, вы знаете, как мы с Каспием, где промышленные квоты есть. Из промышленных квот есть эти квоты на сибирского осетра бассейна реки Лена и квоты в Термиде, в бассейне Аби. Ну, позже я подробнее об этом не скажу. Вот видно, что достаточно большие запасы частниковых рыб. И вчера обсуждали вопросы вот экспансии новых видов, которые появились в разных водоемах Российской Федерации. Вот видно, что леща уже вылов составляет порядка тысячи тонн в обском бассейне. Ну, в свое время, когда его вселяли, его вселяли водохранилища во времена Советского Союза, Эртышские и Новосибирское водохранилище, когда оно было создано, ну, в этих водохранилищах лещ стал доминирующим видом и потихоньку стал мигрировать на север. Освоил сначала среднее приобие, где сейчас он также становится основной промысловой рыбой в Томской области. И теперь он ловится даже во вской губе. И вот вчера были представители академической науки высказаны сомнения о том, что надо ли вообще с ним бороться, поскольку это ценный вид рыбы. Ну, давайте на эту тему поговорим. Ну, и вроде как данных таких нет, которые говорят, что это вредный вид. Ну, просто мы же понимаем, состав питания леща – это рыба-бентофак, конкурент в питании стерви, краснокнижному сибирскому аситру, а вот в сомнике и мукфуну, и чару, сегам-бентофаку. Так вот, что нам предпочтительно иметь стерви, или сегов-бентофаку, или леща, который, в общем-то, достаточно плодовит и непрекративы условия для размножения. И, естественно, мы склоняемся к тому, что все-таки для нас более ценные – это сеговые рыбы, аситровые рыбы. И, во всяком случае, мы будем давать предложение о стратегии такой, чтобы снижать эту численность. Ну, поскольку финансирования не так много, оно необходимо для определения вот этих вот возможных вылов рыб, Мы сейчас ведем переговоры с правительством Немало-Немского округа, они, вроде бы, обещают выделить какие-то средства на 2014-2015 год, и мы тогда проведем довольно, я считаю, серьезное исследование, поищем места нереста, нагула, зимов, и подумаем о разработке предложений боевого специализированного промысла, поскольку это организовать легко сравнительно, он весенний нерестующий, ценная рыба наша, сеговая, не осенний нерестующий, плюс высокоспинный объект, который легко организовать специализированный промысел. И, как видно вот из таблички, огромное количество у нас появилось ротана. Мы уже допустимые уловы ротана, возможный вылов ротана даем сотни в том. Поэтому, когда представители академические нуки говорят, что они там каждый водоем отслеживают, ну, у нас вот эти, по-моему, уже все озера, ну, не, ну, большинство заморных озер западной зефири, где ловился карась, сейчас становится ротанами, который потихоньку и постепенно вытесняет карася ротан, и вот идет тоже нарастание его численности. А как с ним бороться, вот это может быть серьезный вопрос, где, может быть, академическую науку нужно привлекать, поскольку вот его жизнестойкость просто феноменальная. Я вот в Куларах уже рассказывал случай, сам лично, что я наблюдал, вот был на водоемах, на озерах Курганской области, мы поймали очень много ротанов, впервые тогда наловили, и несколько часов ездили по озерам, мы просто лежали в пакете полиэтиленовом багажнике, машины эти ротаны, потом два часа добирались до Тюмени, приехали ночью, положил я этих ротанов в морозилку, из морозилки утром застал, поехал на работу, занес в лабораторию для того, чтобы там посмотрели паразитов, кстати, не жили новых паразитов, которые появились вместе с ним, положили в ванну, спустя коснулся время, притягаясь на эти ротаны, говорят, Александр Иванович, и посмотрели на эти ротаны. А ротаны начали трепыхаться в этой ванне, от заворозки отошедшие в морозилке до минут 20, и водички нылили, они долгое время с успехом потом еще и жили. Поэтому, когда появляются такие объекты в новых, для себя водоемах, конечно, это очень серьезные проблемы, с которыми нужно бороться. Вот объемы освоения АДУ и возможного вылова, различные группы в последние годы, они как бы стабильны, причем стабильны они в таком отношении, что ценные виды рыб, их запасы стабильно сокращаются. Но основная причина этого, это очень низкий уровень водности обскового бассейна. Я немножко потом поздробнее тоже на эту тему поговорю. А сейчас вот с процентом освоения запасов всех групп рыб, вы видите, что средний процент освоения по Сибири очень низкий от, представляете, менее 10% ценных лососевок до всего лишь 65% по зиговым рыбам. То есть это огромный резерв для увеличения промысла. Но почему плохо осваивается? Тут две причины. Во-первых, это огромные территории Сибири, отдаленные водоемы, где зачастую экономику трудно выстраивать, когда транспортные перевозки, там только предположим вертолетом или еще чем-то, дорогостоящие. Ну и наличие, вот отсутствие интереса в связи с этим к освоению мелко-частиковых рыб, мало-ценных рыб, они вот и привели к этой ситуации. Что делать? Ну, во-первых, власти наших сибирских многих территорий стали понимать, что хозяйственный комплекс нужно развивать, это традиционный комплекс для местных жителей, в том числе для коренного, молодчисленного населения севера, и стали вводить систему дотации за выловленную рыбу, особенно малоценную. Сейчас на Ямале там датируются десятки рублей за килограмм разных видов рыб, поэтому вот уловы, освоение, они начинают повышаться, они уже лучше, чем было несколько лет. Я думаю, что в ближайшее время процент освоения вырастет. Ну, еще есть одна причина. Вы знаете, что вот сейчас промысловые участки через конкурс, они распределены между пользователями. Многие пользователи, ну, меняют бизнес, не осваивают эти квоты. По нашему законодательству, если два года идет неосвоение квот, то через суды лишают эти участки, по-новому хозяев этих участков, и по-новому штабляют на конкурс. В случае, если два года подряд не оставится 50% разрешенного вылов. Ну, вот, в связи с этим, наверное, все-таки попорядочится ситуация, и мы будем иметь уже более какую-то лучшую картину использования уровня безопасности. Поскольку основные промысловые запасы рыб приходятся на водоемы Обертышского бассейна, а я говорил, что это более 75% в целом, то и в дальнейшем я хотел бы на его примере посмотреть основные тенденции, которые происходят с рыбами этого бассейна. Обертышский бассейн располагает значительными рыбными ресурсами. Более 40% улов и запасов приходится на реки озера Тюменской области. Среднемноголетний вылов по Тюменской области за период с 70-го по 2012-го года составляет 21,8 тысяч тонн. Кстати, вот в 90-е годы было сделано переиздание трудов известного исследователя Севера, еще в царские времена, Дунина Гаркавича, который проводил экономические исследования, изучал быт коренных малочисленных народов Севера, основные традиционные промыслы, то в этом труде было достаточно много материалов по рыбному хозяйству. И когда мы это все осмыслили и посмотрели, то и получалось примерно 20-25 тысяч тонн в царские времена вылавливалось на территории Тюменской области. И вот до сих пор эти запасы, вот от 20 до 30 тысяч тонн, они и в советское время было повыше. Сейчас тоже достаточные запасы этих рыб. Но состояние вот этих запасов, доля ценных рыб, оно неуклонно снижается. Так вот здесь видно на примере фиговых рыб, что особенно вот пример муксуда, вот эта зеленая линия, видите, веска очень снижается, снизили запасы. Вот запасы рябушки, они достаточно стабильны. Вот это вот снижение, которое произошло в 2007 году, оно было связано с замором, который был в обстой губе. Это такое катастрофическое явление, которое, ну это короткоцикловый вид, который сравнительно быстро восстановил свои запасы. А вот остальные сиковые рыбы, ну достаточно стабильно запасы сега-тужьяна, ну так, с корешкой, ну ее не так много ловят, архитический омль более-менее стабилен. Здесь показаны на этом графике динамика улоров других видов рыб, вот верху ясь, щупка, лещ и налить. Ну, в связи снижение идет из-за того, что вот эти маловодные годы, достаточно серьезные вот снижения, ну, в области реки повысится и запасы эти восстановятся. Ну вот по лещу ситуацию, вы видите, стабильный такой небольшой рост, но почему он небольшой рост? Вот, к счастью или не к счастью, система, гидрохимик, вернее, кислородный режим обид, он очень сложный. И вот начиная со средней обид, возникают в зимний период заморные явления, когда вор попадают богатой органикой и гуныными кислотами воды из васюганских болот, и вот подо льдом развиваются заморные явления, рыба зимует либо в вертольных притоках, либо на зимовальных ямах, где есть ручьи, где содержания кислорода достаточно, либо рыба выжимается в обскую лугу и там находят место зимовки между заморными водами, которые подтирают из обид и продвигаются на протяжении зимы в эстуарию туда дальше, а севера ограничивается вот этими солеными водами, которые поджимают в Гарском море. Так вот, многие рыбы, которые взяли вод, они в этих условиях не нашли места зимовок и возможностей для влечения своей численности, а лещ, вот он нашел, постоянно увеличится его уловок. Здесь приводятся на этом графике данные по другим рыбам, которые менее ценны. Это плотва, это карась. Вот посмотрите, ситуация с карасем. На удивление, рыба самая неприхотливая из аборигенных видов, которые переживают глубочайшие заморы, в заморных озерах и практически в монокультуре там обитает, и вдруг снижение запасов. Но это не связано с переловами, потому что вроде бы как это дело контролируется достаточно серьезно, а вот как раз это и обусловлено экспансией Родана, которые занимают эти ниши и запасы карася, они снижаются. На этом слайде показаны уже состояния запасов молочистеных видов рыб. Асетра, стерляди. Ну, достаточно... Асетра у нас краснокнижный, стерлядь, она достаточно молочистенна. Горец, его запасы в связи с тем, что он в отдаленных северных районах не очень хорошо осваивается. Но вот есть и Харинс, и Таймень. И посмотрите, есть и Судак, это тоже еще один объект, который появился в Овском бассейне, тоже в свое время его агриматизировали в водохранилищах, но он не так успешен, как лещ, хотя примерно в одно время это все происходило, поскольку, вероятно, он как раз вот и не нашел эффективные места для зимовок, и очень часто попадает под заморы. Это отмечалось неоднократно, но тем не менее, его потихонечку, его уловы тоже растут. Вот видно, что последние годы он уже тоже десятками тонн ловится. Но в целом, конечно, вот ситуация для хищный прыг, она более-менее благоприятна, в связи с тем, что очень много мелкого частика в наших водоемах. Поэтому судак, несмотря на сложности с вот этим кислородным режимом бассейна, тем не менее, потихоньку тоже продолжает увеличивать свои численности. Вот это очень интересная картинка, которая показывает динамику изменения водности года. И видите, что на этой диаграммке минимальная водность сейчас вот в том бассейне. И начиная с верхней АПИ, заканчивая нижней АПИ, у нас в 2012 год за то время наблюдений, которое мы проводим, за последние там 30-40 лет, это рекордно низкий уровень воды. Ну вот старожилы вспоминают, говорят, что что-то подобное было там в 1935 или 1936 год. Но вот видно, что это минимум, почти минимум в АПИ и абсолютный минимум в Иртыше. А проблема, да. И вот видно, что в районе Салехарда, в районе Ханты-Мансийска в АПИ еще там не самый минимум, а в районе Салехарда в АПИ самый минимум. Это связано с тем, что вот как раз Иртыш стал гораздо меньше воды приносить в ОПИ, из-за того, что, во-первых, наши соседи, южные китайцы и Казахстан, достаточно огромное количество воды забирают из Иртыша. Китай вообще практически ничего не выпускает, там минимум со своей территории. Казахстан тоже вносит свой вклад. И плюс к тому еще на территории Омской области, из-за того, что воды не хватает для города Омска миллионного, там строятся водохранилища, и то есть в дальнейшем до АПИ роль Иртыша в гидрологии будет еще ниже. Но все-таки вот эти аномально низкие уровни водности, которые наблюдаются в Омском бассейне, они, по данным гидрологов, с 2013 года закончатся, будет повышение уровня, и мы даже видим это по тому количеству снега, который выпал на территории Сибири, Сибирь и Сяброварина. Снегом начинает верховый обид, гор, откуда она вытекает, ее составляющий био-катурин. И на всей территории Сибири, на Урагской горах, будет достаточно серьезная ухитка воды. Поэтому те виды, для которых нужна большая вода для размножения, они получат достаточно хорошие условия, и восстановление мелко-частиковых, крупно-частиковых рыб, оно произойдет достаточно быстро, и произойдет увеличение этих запасов. И мы даже с учетом этой повышенной водности заложили увеличение вылова щуки, исходя из того, что очень много сигареток в щуки, в промысел поступает, вот в связи с этим годом водным, еще щука не рождена, но мы уверены, что достаточно много будет поймено в молоке щуки в уловах. Ну, здесь показана ситуация с сибирским оситром. Когда-то, в 30-е годы, его ловили на уровне полутора тысяч тонн и больше. В 70-е годы до 600 тонн, вот здесь уже видите, снижение, и в 90-е годы он был занесен в красную книгу. Вот то небольшое количество, которое показано, это выловлено рыбы для цели искусственного воспроизводства, разрешенное, через Росприроднодзор полученное разрешение. Но это не говорит о том, что так мало и выловит. Огромный вылов этого краснокнижного фильтра осуществляется в основном в обской губе, которую охраняют наши доблестные пограничники. Там рыбоохрана не имеет никаких прав, наша ведомственная. И сложились пути традиционных вывозов, которые в последнее время перекрываются, но новые пути появляются. Вот перевозку браконьерской рыбы по территории Кеменской области уже достаточно сложно сделать, потому что там работают группы, и милиции, и рыбоохранник. Совместно они работают, вместе с администрациями. Ну, вот здесь организована доставка через Урал в Коми. Но два последних рейда, которые были проведены три недели назад, показали, что было изъято вот этой браконьерской выловленной перевозимой рыбы краснокнижного седра порядка полутора тонн и около 15 тонн ценнейших сиговых видов рыб. Но это же двинноцикловый вид, восстановить его очень сложно. Проблемы у него появились тогда, когда были построены нерестилища, когда было построено Новосибирское водохранилище, которое отсекло основные нерестилища осетра. Для того, чтобы восстановить его запасы, надо, чтобы молоде ежегодно производилось на свет порядка там 11-11,5 миллиона приемной емкости бит для осетра. Сейчас от естественного дерева в районе миллиона, в лучшем случае, молоди. А единственный завод воспроизводственный, который в Абалаке расположен, в Тюменской области, он миллион-полтора выпускает молоди. То есть существует дефицит, и вот пока не будут построены заводы, но мы надеемся, что автоматический завод будет построен. Введем, он уже построен, введем в эксплуатацию в ближайшее время. Там проектная имущество еще 2,5 миллиона, но надо еще дополнительный завод достроить, чтобы его проводить. Это очень удаленно, киска, киска, киска. Здесь показана ситуация со Снегиндью, но ее никогда много не ловили в обстом бассейне, несколько десятков тонн, максимальные уловы. Но в последнее время, вы видите, вот в начале 2000-х годов совсем, это все было, запасы подорваны, даже вот один год за три облова был, но вот когда Абалак стал немножко выпускать стерлить, это более, но вот стерлить, это более короткоцикловый вид, запасы потихоньку восстановились, но все-таки они находятся на очень низком уровне. Вот видно, что ситуация с числостью биомассы стерлиги, она не очень благоприятная, снижается. Поэтому мы предлагаем все-таки сократить, не только сократить этот вылаз, но и ограничив его на территории Ханты-Мансийского оборока, в Кеменской области. И мы надеемся, что вот наши рекомендации, которые мы даны, они вот в эти предложения, это адольный вид, мы для экологической экспертизы эти материалы готовим, и они будут, наши рекомендации приняты. Ну вот на предыдущем слайде было показано состояние промысловой численности и их теомассы от 100 стада, видите, снижение идет. Здесь тоже самое с Артышским стадом, ну, более-менее нормальная ситуация, как мы считаем, пока в Томской области, средняя АПИ, поэтому вот, может быть, это, если наши рекомендации будут поддержаны, то в Тербит, на территории России, в 2014 году можно будет поймать только в Томской области, а потом, если будут какие-то проблемы, мы также будем реализовать ее запретом. Здесь, на этом слайде, перейдем сейчас к Сиговым, показывают нам состояние динамики уловов Нельмы, ну, как вы видите, что разброс выловия за эти годы меняется от 330 тонн, максимально до 50-6 тонн. В целом, последние годы, ну, сравнительно стабильные запасы Нельмы, ну, во-первых, это хищник, кормовая ваза которого, благодаря тому, что много частика, достаточно богата, плюс это крупная рыба, которая, ну, можно поймать со спектом, наверное, на спиннинг, и ее достаточно серьезно, за исключением в Томской области, охраняется, ну, вот, ситуация более-менее стабильна. Это вот показано состояние численности биомассы в Нельмы. Дальше вот состояние муксунов. Вообще, муксон в Западной Сибири является брендовой сибирской рыбой. И всегда, когда приезжают гости, хозяева стараются накормить этой рыбой во всех видах, копченая, соленая, там, теоретическая цена, ну, посмотрите, вот, что творится с запасами, они снижаются, причем, вот, на вылов 2014 года будет рекомендовано только 90 тонн, это вообще минимум, который, вот, был на промысловом совете, который, вот, недавно был, обсуждался вопрос о том, что вообще надо прекращать вылов на цена, и, ну, заниматься серьезно воспроизводством и охраной, но, как уверяют власти, говорят, когда рыбак уходит с водоема, то появляется браконьер, и ситуация еще ухудшится. Ну, посмотрим еще один блок, пока не говорим о том, что он закрывает, но что-то надо делать. у нас показана вот уже динамика численности. На этом графике показана численность техникумаса промыслового стада муцена в пределах Тюминской области. На предыдущем графике это было показано вылов муцена на промысловом усилии, то есть эти данные говорят о том, что запасы очень сильно снижаются. Ну, это одна из головных болей и властей региональных, и наук, и промышленников. Далее на этом флайде показана динамика вылова рядушки. Ну, вот достаточно ну, это краткоцикловый вид, и несмотря на то, что в 2007 году, как я говорил, были большие заворные явления и погибло очень много рядушки, тогда в целом вот в той зубе погибло более 8 тысяч тонн рыбы, в основном это была рядушка, но она достаточно быстро восстановила свои запасы. Вот для нее характерный пример почему не полностью осваиваются вот эти запасы. В советское время, когда все это складывалось в один государственный карман, все эти не было разделения такого на промысловые участки, если где-то какой-то завод недолавливал, а у другого завода была возможность поймать больше рыбы, то это легко перекидывали эти объемы завода в завод. Сейчас, когда это частное предприятие, когда доли квот закреплены на долгое время, ну, это уже проблема. Ну, правда, вот мы предлагаем, чтобы вывести из-за зоенных вид, чтобы был возможный вылов нарябушку, тогда это более оперативно нужно будет принимать эти решения, но, к сожалению, пока вот этой оперативности не хватает. На этом слайде показана динамика пеледи в Тюменской области, ну, кузодерная ришнайка или две формы, это классический пример того, как вид в пределах своего ареала осваивает все больше территории, вот пеледь приспособилась для жизни в озерах, есть озера где маточные стада, пеледи есть, где идет естественное воспроизводство, мы на таких озерах работаем и сами создаем дополнительно стада пеледи для того, чтобы использовать ее в дальнейшем для цели аквакультуры, для пастбищного выращивания заморных озер. И вот этот способ разработанный в 70-е годы специалистами нашего института он достаточно широко используется промышленниками и на территории Курганской области, Челябинской области, Тюнемской области и других регионах Западной Сибири выращиваются до 5-6 тысяч тонн ежегодно товарных секреток впереди. Правда, вот этот низкий уровень воды, который был не только в Аби, но и в озерах, он привел к обмирению и более высокой прогреваемости их. Сибири известно, что солдолюбивые рынки, и тогда, когда температура воды в озере прогревается до 25 и выше градусов, наступает гибель всех сибов. сибири было сдерживающим фактором развития сибоводства в последние 2-3 года, но водность увеличивается и мы очень надеемся, что количество разводимой впереди будет гораздо выше, но ее в заморных озерах выращивают как товарную сигаретку, зарубляя причинками, в мае осенью начинается от лоб, примерно 100-120 граммовой впереди, которая имеет огромный спрос в сухом, вяленом виде, в соленом виде, презерты из нее делают коптят, как говорят, хорошая рыба под пиво. На этом слайде показана динарка вылова отской впереди на единицу промыслового усилия в районе поселка Салиманова на Ямась. Вот мы видим, что тоже на промыслового усилия снижается, это в связи с водностью года, в связи низкой, с тем, что снизили запасы в целом и это подтверждает данное снижение запасов. Вообще вот этот 2012 год он для нас принес много чего нового и необычного. Вот мы знали, что из тех 100 впереди самое напряженное состояние было стадо, которое дальше всех поднимается на Неве. В Томскую область вот Руссовской Губы вместе с Мульсоном мигрирует одно из стад впереди и вот это стадо оно усиленно облавливалось рыбаками, покупалось на корню в живом виде производителя, от них получалась икра, которая также поступала вот на этот рынок культуры после инкубации в цехах в Челябинской области поставлялся посадочный материал для разведения и достаточно успешно это стадо вместо того, что хотят нереститься в реке оно было очень резко снизилось. Но чтобы в уральских притопах у нас всегда стадо Белеги достаточно хорошо охранялось и было многочисленным и там были базы сбора икры для цель искусственного воспроизводства в том числе базы сбора возрацентра где мы там по 300-300 миллионов Белеги прижизненно производители по новым нашим технологиям получали и экспедиция которая поехала в прошлом году вместо 300 миллионов прижила 30 миллионов и это произошло из-за того что производители Белеги просто не пришли на деньги силища хотя во вскоре любви мы знаем что это Белеги есть и все это было вот как это данные подтверждают академическая наука которая параллельно с нами там какие-то исследования проводят знаете член переспондент Богданов у нас есть такой известный фиговик в Екатеринбурге вот аномальный низкий уровень воды плюс очень теплая осень привело к тому что Белеги не пошла на нерестилище что там у нее резорция икры произошла либо она где-то отнерестилась в дюре мы это не знаем более серьезные исследования будут в этом году посмотрим летом за этой ситуацией но вот впервые мы такое увидим это показана динамика и численность обской Белеги но мы надеемся что вот повышенная фаза родности которая начнется оно в 12-14 году позволит Белеги как тоже сравнительно и короткоцикловой рейд достаточно быстро восстановить эти запасы здесь показана динамика вылова чара в водных объектах Семенской области здесь выделен более темным цветом бассейн Аби а выше это Дазовский чир где особо отдельная популяция но почему тоже следующий слайд говорит что было нисходящий тренд но мы также надеемся что небольшое увеличение повышение годности произойдет и это не так апострафично как у функционал на этом слайде показана динамика вылова сигар я говорил о том что это единственный вид сиговых у которых состояние запас достаточно высокое и в бассейне Аби и в бассейне реки Тасс и в общем-то как оказалось что это самый такой вид неприкатливый среди всех сиговых поэтому опасений каких-то нет и его можно продолжать ловить достаточно активно ну на этом слайде показана ситуация с байкальским обулем я говорил по западной Сибири но все-таки о Байкале невозможно не сказать тем более это ценный вид рыбы как сказали теперь уже самостоятельный вид рыбы байкальский он относится к озерно-речным проходным сигарам наголивающимся в озере Байкал на ней сидят впадающие в него реки омоль наиболее ценный объект рыбного промысла Байкала его вылаз в 2005 в 2012 году составлял более 55% от общих уловов достигал где-то там под полторы тысячи тонн но общая численность невестовых стад омоля заходящих в основные реки для воспроизводства за последние годы тоже очень сильно колебалась в пределах от 3 до 7,6 миллионов земляр и по численности прежде всего выделяются невестовые стада ангары северни вот на этом рисунке показана также динамика вылаза омоля но ситуация с его запасами она тоже достаточно стабильная в последние годы хотя ниже среднем многолетних за более отдаленный период но это связано с тем что всегда в Байкале достаточно сильно было развито искусственное воспроизводство вот эти заводы которые были впервые вот разработаны для них оригинальная методика прижизненного получения так называемый экологический способ получения икры от зиговых рыб от омуля она впервые была разработана вот Дзюменко с коллегами байкальскими нашими икологами для Байкала огромные заводы куда сами производители почти практически заходят подходят около этих заводов их выдерживают на протоке они сами не рестятся производители можно выкустить в живом виде икра через оплодотворенные икра уже через икросборники попадает рыбоводом и переносится в аппараты инкубационные вот к сожалению объемы финансирования этих работ резко сократились сейчас примерно треть от того что когда-то воспроизводилось воспроизводится искусственно поэтому в целом происходит снижение надо что-то делать это общая еда у нас в стране к сожалению в последние годы везде вот это снижение финансирования работа искусственного производства идет вот это посидели ну вот нужно какие-то меры серьезно принимать для этого вот на этом в этой табличке показаны показаны объемы выпуска молодых ценных видов рыб снеговых рыб бассейн обской и рассчитанную нами дефицит молодых дозных то есть исходя из приемной емкости то что выпускается искусственно то что естественный нерест проходит вот как видно огромный дефицит в том числе по муцину по чару есть дефициты по башьяну панельный общественного производства никогда не было там определенным дефицит есть ну несколько десятков миллионов по беляге иногда вот за счет масштабных работ по искусственному воспроизводству этот дефицит перекрывается вот теперь что делать хотелось бы поговорить на эту тему по подробности много проблем о которых я говорил у бассейна обсула но эти проблемы могут нам показаться небольшими проблемами в связи с тем что планируется масштабное хозяйственное освоение территории Ямала-Ненецкого национального области там найден огромный запас луглогорода в том числе прямо в той губе а обская губа у нас священная рыбоколоса правила рыбоколоса там мог запрещен вообще только вот в предземном горный период там на небольших участках можно ловить эту рыбу вот недавно был съезд коренных молодчисленных народов севера в городе Сабикардии показали рекламный ролик в заключении которого наш уважаемый президент сказал что вот хозяйственного освоения Ямала быть кто бы не протестовал это какие бы уколы там чего не говорили поскольку углеводородов нужны стране и нужны не только доставка углеводородов через нефтепроводы которые там какой-то раз воздействие труба проложена и дальше более-менее восстанавливается экосистема а надо еще увозить например жиженый газ для этого цели нужно построить порт вот сейчас идут проектные работы с этим портом определяется объем ущерба который наносится в целом бассейн Аби и вот только строительство этого порта ущерб посчитан там можно наверное его увеличивать считали не богатинная волка но это будет проходить экспертизу порядка около 9000 тонн разовый ущерб а потом плюс ущерб будет эксплуатации этого порта там будет прорыт канал для подхода судов чтобы они эти танки вывозили с ожиженным газом канал будет заеливаться его нужно будет периодически чистить то есть ущерб будет расти и расти плюс в особой рыбоохранной зоне которую мы сейчас предложили и вот говорят на ученом совете в НИРО она была поддержана вот на слиянии обской тазовских губ где вот зимовка идет самых ценных рыб на этой территории планируется строительство терминала по перекачке нефти суда чтобы ее эту нефть также вывозить ярным путем который слышали но вчера он открывается среди статеклянием а еще будет такой же ущерб и получается что величина этого ущерба просто катастрофическая будет отковый бассейн поэтому все те проблемы о которых я говорил до этого это будет ничто вот незавно было обсуждение вот этого проекта заветы в Тюрени и где я свою глубочайшую серьезнейшую озабоченность судьбой обскового бассейна высказал и выношу огромную благодарность специалистам НИРО которые поддержали и тоже с больным в душе там больше всего конечно Лапин самый главный человек который изучал гидрохимию и продуктивность основы продуктивности обскового бассейна он там чуть ли не со связами на глазах доказывал что это нельзя делать что если вы доставляете нефтепродукты по нефтепроводам то и продолжайте это делать или хотя бы сделайте вот этот порт со стороны байдорадской губы на запад не в Лапской губе а на западе Ямала сократив тем самым вот этот путь доставки через Ямальский полуостров на ногу но не знаю там уже говорят политические решения приняты и вот придется биться для того чтобы хотя бы как-то компенсировать вот эти ущебы строительством новых заводов подпроизводственных которых для них не хватает а вот я хотел бы еще один пример привести работа по искусственному воспроизводству резко сокращается финансирование сокращается компенсационный ущерб вот этот счет того той хозяйственной деятельности он резко возрастает уже сейчас объем невосстановленных запасов составляет порядка 130 миллионов это практически годовая приемная емкость отцового бассейна а только порт завета это даст еще 5 приемных емкостей АПИ которые нужно воспроизводить поэтому вот что делать надо обсуждать будет серьезным образом вероятно может быть сохранять так вид пока идет освоение нефтепродуктов углеводородов а сделать какие-то аквакультурные товарные выращивания чтобы тысячи тонн пакетинных выращивать держать маточные стада что потом по завершению вот этой экспансии нефтегаза и когда это все будет вычерпано восстановить эти повторения большое спасибо АПОЛОДИСМЕНТЫ